Город, где инвалидам жить комфортно. В Люберцах прошло выездное заседание по реализации программы «Доступная среда». Его провел Комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы. Участники рейда проверили ряд социально значимых объектов города. Некоторые из них уже адаптированы под людей с ограниченными возможностями, а другие находятся в стадии завершения. Вот, пожалуйста, для колясочников. Вот так выглядит идеальный пример того, как может быть адаптирован социальный объект под людей с инвалидностью. Посетителям с ограниченными возможностями по здоровью в Люберецком комплексном центре полностью комфортно. Смотрите, не ручку с назад. Может, пока еще не поздно. Конечно, с ним нет. Однако, как видите, такой адаптацией на высоком уровне может похвастаться далеко не каждый новый социально значимый объект. В одном из только открывшихся сетевых магазинов на Кирово плохо закреплены пандусы, а кнопка вызова сотрудника не работает. И вовсе держится на скотче. Все недочеты представители организации обещали исправить. Где покажите мне первую ступеньку, я ее не вижу. Она должна здесь. И назад, и сверху, и сверху. Получить необходимые документы в МФЦ полностью беспрепятственно, пока не получится, говорит эксперт по доступной среде Николай Зеликов. Первая и последняя ступеньки обозначены желтым цветом в неправильной плоскости. Инвалиду спускаясь, этого попросту не видно. Однако зал для клиентов оборудован, как полагается. Повсюду тактильная плитка. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями много сделано. Я найду поскольку установлена индукционная петля. Это очень хорошо, потому что бывают инвалиды с устройством, которые, как сказать, с помощью этого устройства хорошо, ну, начинают слышать, с кем они собеседуют, разговаривают. Я только что посетил туалет для инвалидов, в том числе для инвалидов коляса. Практически все правильно сделано. Но единственное, вот мой пожелание и совет, чтобы на стадии, когда принимается проектное решение, или проект, чтобы согласовывались с экспертами. Однако от них лишь согласований с экспертами мало. В ходе выездного заседания члены комиссии пришли к единому мнению. Программу «Доступная среда» нужно закладывать не только при открытии новых организаций, но и включать сразу в капитальный ремонт помещений. Так, к примеру, попытались сделать поликлиники на авиаторов. В инвиз-контракт эти работы не входили, однако подрядчик сам предусмотрел создание условий для инвалидов. Но, как показал так называемый тест-драйв, все придется переделать по нормативам. Работы пообещали закончить через месяц. Пандус будет, конечно, не такой, а с разворотными площадками, с правильным углом наклона. Еще один объект в работе – «Триумф». Здесь адаптация под маломобильный групп граждан востребована не меньше. Как минимум 80 инвалидов здесь занимаются различными видами спорта. Реализация доступной среды. Во дворце практически на финальном этапе. Это и откидные поручни, это установка доводчиков, это фотоэлементы, это кнопки для вызова администратора и сотрудников, которые отвечают за работу инвалидов. Также члены комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы в ходе рейда проверили обустройство новой парковки на Кирово. Там для инвалидов выделено пять специальных мест с увеличенным пространством. Вместе с тем, для тех, у кого нет личного транспорта, в Люберцах адаптируют и остановки. Такая масштабная работа у нас проводится неспроста. Именно здесь, в этом городском округе, реализуется пилотный проект Московской области. В трех городах все он реализуется, в том числе и в Люберцах, по созданию маршрутизации доступной среды. Что это значит? Мы берем, локализуем, где у нас проживают инвалиды, колясочки прежде всего, и создаем им доступную среду, начиная от подъездов домов, парковочных мест и заканчивая администрацией, поликлиниками. Члены комитета остались довольны проделанной работой в Люберцах. Кроме того, они высказали свои пожелания. При проведении капремонтов подъездов и дорог сразу вносить в СМЕДы работы по обустройству доступной среды. Реализация проекта будет продолжена и в следующем году. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.